Всем привет, друзья, на связи Пентагон, и это вот такой утренний обзор Пентагон Лайф по счету, если не изменяет память, уже 52-й. У меня немножко подсел голос, я еще не до конца проснулся, но уже хочу посмотреть вместе с вами на рынок. Что у нас с битком? Меня феерично шлепнуло на моем неудачном шарте, то есть я брал шарты в районе 17-200, 17-150, и по ситуации пришлось отвлечься буквально даже на сутки по семейным делам, и, собственно говоря, моя вера дотащила меня до 17-800, и, собственно говоря, я закрывался руками, закрывал в убыток. Если бы, конечно, перетерпел, послушал себя, сейчас было в безубытке, но так или иначе нужно было об этом сказать. Я тоже несу достаточно крупные потери на неудачных своих решениях, поэтому вот здесь меня достаточно плотно, скажем так, пригрузило. Сейчас я, конечно, почти процентов 40 уже отбил от этого убытка, но все же это очень обидно. Когда мы пробили, собственно говоря, вот здесь уровень 17-17-100, это был, конечно, вот эта первая сопля 17-250, она была, конечно, предупреждением того, что вот этот клин или треугольник, если мы вот так будем его рассматривать, то его, конечно, пробивают, и с большей долей вероятности пойдут на какой-то ближайший ретест. Ну, то есть на тот момент ближайший ретест был в районе 18-200. Притом, при всем я вижу некое формирование какого-то разворотного уже стапа, но, опять же, так в рамках дозволенного. То есть мы явно подходим к прошлому АТХ по битку, да, и, собственно говоря, на линейном графике уровень 19-100 более чем достаточен, чтобы обновить какую-то вершину. То есть напомню, что мы не закреплялись, мы не находились, по-моему, больше суток, выше 20 тысяч, и, соответственно, уровень 19 тысяч будет для нас неким магнитом. Что после этого можно ожидать? Ну, наверное, сейчас посмотрим. Так, я здесь немножко почищу график. И попробуем с вами вместе разобраться. Так. В целом для меня было достаточно большим удивлением пробой 17-800 и вот первый, да, пробой 17-800. И на самом деле я ожидал, что будет, возможно, какой-то сквиз, шорт-сквиз, да, и нас сразу поведут. Но, увы, нас закрепили сейчас выше уровня 17-400 и вот этого уровня вообще выше 17-200 и 17-150. Я вполне, вполне вероятно, мы сходим на какой-то его ретест впоследствии, да, но, опять же, я бы больше рассматривал сейчас какие-то скальп-шорт позиции вместо лангов. То есть, объясню, почему. Во-первых, сейчас мы уже находимся на всех возможных активах в состоянии гипа, в состоянии головы и плечей, то есть, именно разворотный гип, когда... Когда мы фактически разворачиваем тренд, да, и уходим куда-то под тренд. То есть, где у нас здесь был последний локальный тренд, мы сейчас вот по нему пока идем. Да, пробой его вниз, пробой уровня там 17-500-50, это поход на 17-300-17-200 с большей долей вероятности. Пойдем трогать эту границу. Но есть некие предпосылки для возможного закрепления. Опять же, ничего такого слишком надежного я бы не нашел. Но вот есть тоже здесь такой разворотный гип. Плюс у нас был треугольник, собственно говоря, который мы сейчас дважды проретестили. И, ну, претестим его пока, да. То есть, если мы сейчас под уровень, опять же, сказал 550 пойдем, то, да, скорее всего, мы пойдем на плоское дно. И это будет треугольник с плоским дном. Еще один задер, потом 17-800 и, возможно, вниз. То есть, если сейчас вот эту локальную трендовую пробиваем, а мы ее, собственно говоря, по-моему, пробиваем. Да, вот мы ее пробили. И даже вот здесь я вижу, где-то уже начали ретестить. То есть, будем смотреть. Если сейчас уходит, если не закрепляется выше вот этого треугольника, не образует вот такой вот погиб, да, вот именно весь в такой формации. Если он так не пойдет в сторону 18-200, 18-400 на двойную вершину и затем на возможный треугольник с плоским верхом. То есть, если он так как-то его растянут, то тогда это как раз у нас будут плюс-минус выходные, и можно будет вот так вот его поводить. Уровень 19, ретест и пошли вниз. Это такой, скажем, бычий хороший вариант. Я буду, наверное, сейчас смотреть, если мы будем закрепляться выше 750 в пользу него. Но, очевидно, если мы сейчас этот погиб пробиваем и вываливаемся из вот этого, то есть возвращаемся обратно в этот треугольник, и, скорее всего, падаем сразу в сторону вот этих последних двух сквизов, в район 17-300, то будет несколько другой вариант. Я думаю, что мы еще раз вот скоем где-то сюда 17-600. Возможно, вот здесь будет отскок, и мы пойдем вниз в сторону 16-800. Здесь будет дальше гиб. То есть вот это у нас будет негативный вариант, негативный сценарий, собственно, который мы будем рассматривать при возможном уходе сейчас 17-300. То есть для меня сейчас зона неопределенности в районе 17-550-17-750. То есть если под уходим, то short от ретеста, вот от этого ретеста. Если вверх закрепляемся, то, наверное, здесь еще будет какой-то ретест вот этой границы. Наверное, даже вот так вот просто сделаем. И мы, скорее всего, там преретестим этот треугольник, какую-то зону и пойдем дальше вверх. То есть предпочтений не даю. На споте у меня есть купля 17-550. Часть зафиксировал по 18-200, часть по 18. И, по сути, сейчас остаток стоит в безубытке по 17-500. И если мы сейчас вниз пойдем, то я буду полностью в баксе от 17-500. То есть плюс-минус в этом же ренже. Если, опять же, пойдем 17-300 откупаться, я откуплю там. Ну, если пойдет выше, то я хотел бы смотреть на продажу 19-20. То есть я буду разделять весь свой тезер. Буду разделять и внизу буду ставить уже какие-то лимитки, возможно, на откуп в район. Сейчас будем смотреть в район, я думаю, 14-13 тысяч. Что касается битка, то хотел бы скинуть его в районе 19-100, 20-22 тысячи. 22 тысячи, да. Вот это будет достаточно хороший такой крупный сквиз. О чем я сейчас говорю? На мой взгляд, мы, во-первых, формируем некую подобную двойную вершину. Она же может выступать в роли чашки, да, но впоследствии нужно сходить на отрисовку ручки. Отрисовка ручки здесь может на самом деле затянуться вплоть до марта-мая месяца. И вполне вероятно, если мы с вами рассматриваем весь вот этот восходящий рост, и я рассчитываю где-то, наверное, в район 19 тысяч еще сходить на какую-то максимум вершину, да, там 19-20, если сейчас закрепят, то впоследствии нужно будет следить за уровнями FIBA, а именно, на мой взгляд, самыми нужными здесь будет 0,382, это вот район 13-264 и район 0,5-11-500. То есть вообще это максимально возможный, на мой взгляд, пока коррекция. Единственное, если мы не будем повторять мартовское глобальное падение, тогда, естественно, мы закроем GAP на 900 на 9500, и с большей долей вероятности как раз-таки золотым сечением 0,618 нас оттащит. То есть сейчас ожидаю, скорее всего, буду ждать Santa Rale, то есть сходим на 19, потом декабрь полетит, возможно, полетит альта. У меня криптостуденты, криптогир, они наблюдают за этой ситуацией, если что, они будут маяковать. По поводу возможного альтсезона, я просто, на самом деле, за альтой не особо слежу, только слежу за топом, который мы сегодня будем обсуждать, да, но, опять же, все в рамках разумного, да. На мой взгляд, мы можем как-то сфракталить коррекцию, как раз-таки, которая у нас была в марте, 19 марта, апреля, да. Ну, это примерно, наверное, вот такой сценарий буду ждать в район 11500. Как раз на глобальном графике это будет большая чашка с ручкой, и хочу вам сказать, что в 21 год это год быка по гороскопу, да. Поэтому почему бы не пойти в 21 году по такому сценарию и с походом в сторону 25? Именно я бы рассчитывал на послеапрельское, какой-то послемайский памп. То есть, понятное дело, если сейчас нас будут пампить и закреплять выше уровня 18, то никакой коррекции мы, конечно, не увидим в ближайший момент, а она будет просто значительно выше от 24, и уровень нашей коррекции будет тоже значительно выше, то есть как по уровню. То есть сейчас вокально, ну вот мы опять сейчас пытаемся вернуться в треугольник, и я боюсь, что нас вернут в этот треугольник, поэтому если мы сейчас уходим ниже уровня, наверное, даже в 1600, да, то вероятнее всего пойдем в 17300, 17500 и дальше вниз. Если у нас будет отскок, у нас есть небольшой дивер на пятерке, то пойдем в сторону... Ну нет, вроде нас тащит. Тащит вниз. Если отскочит, то 18300. Что у нас там с эфиром? По эфиру, собственно говоря, и как по всем топ-активам, есть и виден этот большой гипплюс. Мы по эфиру подтвердили огромный дивер на 478 на 495, и вполне вероятно сейчас просто проретестили пробитый ранее вот этот треугольник, который впоследствии стал каналом, да, и, на мой взгляд, сейчас уровень 469-468 является определяющим. Если мы его сейчас пробьем, то с большей долей вероятности пойдем на коррекционные 457-460. Я свою куплю от 460 тогда закрою. То есть у меня есть купля вот на этом сквизе небольшая по 460, я ее буду закрывать. Так, но биток все-таки пойдет, на мой взгляд, стекать. То есть если сейчас вот этот дивер мы не подтвердим и не отскочим сюда каким-нибудь драконом на 800, то тоже надо смотреть за возможным отскоком для продаж. У меня есть еще один зависший шорт от 17400, но до него еще надо дойти. Дальше, что касается S&P. На мой взгляд, мы как раз-таки сформировали тот самый некий треугольник, да, который впоследствии возможно, возможно, как по традиции, мы будем пробивать не вверх, а вниз. Это, на мой взгляд, все неопределенность пока до сих пор на выборах. То Мичиган против, то Мичиган за. И тут, на самом деле, я не хочу уже об этом говорить. Избитая тема, на мой взгляд, Байден уже является победителем. Ключевые сторонники в лице Китая уже поздравили, скажем так, и подтвердили, и приняли его будущее президентства, грубо говоря. Да, и на мой взгляд, мы по S&P увидим еще какую-то, возможно, двойную вершину, 36-61, но впоследствии пойдем на коррекцию. То есть, если сейчас вакцина от Pfizer и от Moderna выходит в массовое, скажем так, в масс-адопшн, да, как мы криптовалютчики любим говорить, да, то тогда с большей долей вероятности нефть пойдет на коррекцию, пойдут компании, которые, техи пойдут, наверное, на коррекцию, да, в виде ФАМГ тоже тот же самый, но при этом авиасектор, компании, которые связаны с переработкой газа, нефти, они будут отскакивать. Мы прекрасно видели, что последние 6-7 месяцев они находились в достаточно сильной стагнации. И, на мой взгляд, именно S&P будет вовходить, да, то есть, если мы сейчас не закрепим уровень по S&P выше 3,490, да, вот где-то, наверное, вот здесь вот. Вот здесь, да. Если мы не закрепимся выше уровня 3,500, наверное, даже, и не вернемся обратно в тот самый большой медвежий треугольник, то, я думаю, мы пофлетим до Нового года, и в январе-феврале у нас будет коррекция. То же самое смотрю и с голдой. По голде мы, кстати, пробиваем медвежий флаг, который мы с вами, в принципе, очень достаточно давно торгуем, и его проретестили. А что это значит? А это значит, что биток пойдет, скорее всего, на коррекцию вниз. То есть, если сейчас голда пробивает, идет на 1800, а впоследствии на 1750, я буду ждать падения биточка. Наверное, 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 даже кратно. Кратно голде, а именно в район 16800 будет как раз-таки хорошее тогда падение. И, возможно, вот такая вот коррекция. То есть, вполне вероятно, мы уже с вами увидели какой-то ближайший АТХ, и нас могут и не повезти-то выше. Вы имейте в виду. Я, конечно, рассчитывал, что в этот момент пойдет на отскок Альта. Топ Альта, да. То есть, но смотря действительно на возможную ситуацию, на возможное отсутствие перелива из битка в Альты, перелив только в Тезер, и крупные биржи просто последние три дня перегоняют то биток, то Тезер. И я с большей долей вероятности думаю, что Тезер просто возвращают через компании прокладки, через какие-то сторонние, просто обратно в Тезер Трэжери, и при этом не светятся через wallet-сканы, через все эти WoW-боты, которые палят, скажем так, перемещение этих самых монет. BNB откупил по 27, по 26. Сейчас буду смотреть за закреплением выше уровня 27, если мы... 26,90, наверное, даже. Если мы закрепляемся, то вот здесь на отскоке буду смотреть за ретестом 32, 30 и похода вверх. То есть я бы хотел где-то на 34, на 40 посмотреть за фиксацией BNB. И по Ripple мы сформировали тот самый DIP, о котором мы с вами говорили, но пока мы не пошли в его отработку. Я ожидаю в декабре, возможно, как раз-таки альт, такой мини-альт сезон, и тогда Ripple, конечно, пойдет к нашей цели 0.5 к 50 центам, а впоследствии почему бы нет Ripple Stable по тому доллару. Есть такие очень старые мысли. Соответственно, что с Litecoin? Litecoin также сходил на ретест уровня 75, но здесь мы образовали хороший такой медвежий дивер, и, на мой взгляд, мы пойдем на какой-то ретест уровня 58 и 65. То есть вообще, да, скорее всего, будет еще какая-то коррекция вниз и по альте, и в целом мы увидим и коррекцию по битку. Поэтому от каких-то долгосрочных, ой, вернее, от каких-то марш покупок я бы сейчас отказался, что касается альты. Но на самом деле на споте с целью декабрь-январь начал бы уже по одному, по двум процентам откупать. Так, Tezos сейчас сможет вернуться обратно, собственно говоря. Он уже вернулся обратно в этот падающий клин. И с большей долей вероятности пойдет на уровень 1.6, как вероятно, да, то есть 1.6, 1.9 может сходить, может сходить легко. EOS. Ну, EOS просто в флете находится. На самом деле он еще толком даже не отскакивал, поэтому я буду свою покупку от 2.35 держать. Даже, возможно, ее удалил. На Quark Chain у меня сработал стоп на уровне 26 сатош, которым я писал. Сейчас, конечно, я вижу формирование бычки, и вполне вероятно, Quark может отскочить в районе 40-45 сатош. Но я пока воздержусь от покупки Quark, потому что, на мой взгляд, мы пробили вот этот, ну, их единственный, по сути, тренд, который был, да, и еще на 35 сатошах его проретестили. То есть я буду покупать Quark, если мы вернемся за 35 сатош. Так, что касается еще по альте. Кардана к битку также находится в падающем вот этом клеине. На мой взгляд, ближайший уровень по сатошам 560. Будем смотреть за этим уровнем. К битку лайток также пробил медвежий флаг, но находится достаточно в плотном накоплении. И есть достаточно сильный бычий дивер на тневках. И вполне вероятно, ну, вот лайткоин для меня по 120 долларов. Это достаточно реальная история. Я думаю, на альтсезоне лайток будет исполнять. ЗРХ отмена. То есть, естественно, да, ушли по 34.50. Мой уровень пробит, мой уровень поддержки пробит. Единственное, вот мы сейчас идем, да, единственного их трендовый в районе 15.80. Но это везде, это вся альта падает процентов на 10. То есть это либо биток еще пампится, и вся альта падает. Ее тогда надо будет откупать. Либо все-таки я бы не смотрел в сторону каких-то старых проектов. Смотрел за форками, смотрел за дефи, за новыми, да, и смотрел за топом, топ-10. А вот этот, типа, сброд неликвидный я бы не трогал. Трон пробил мой тренд. К покупке, естественно, будет интересен, если мы за 170. Вообще, как-то трон очень странно выглядит, если честно. Кстати, подмечу, что вроде там что-то закрепление какое-то пошло отскок. Вот этот дивер отрабатывает. Если сейчас закрепят 700, то, может, и вверх пойдем. Так, дальше. По NEO. NEO USDT. Смотрю, смотрю, смотрю. Так. Ну, медвежий флаг. Опять же, вот, я думаю, идем в мою зону 11 долларов. Вполне вероятно. Так, линк. Ну, по линку тоже такой клин, медвежий флаг. Наверное, биток пойдет еще, судя по альте, вверх. А альта еще немножко просядет. Ну, по линку хороший такой клин. Хорош. Отмена это закрепление выше 15. Ну, выше 15. Так, это неинтересно. Давайте пробежимся по FANG. Я уже очень голый. Так. Ну, просится коррекция. Просится коррекция. Гэпы открыты внизу есть. Но, наверное, январь-февраль. Январь-февраль. Такая большая-большая коррекция. Так, нефть. Так, что по нефти? По нефти. Но по нефти, если мы действительно... По нефти, если мы действительно по фарме, то есть, если у нас вакцина выйдет в масс-адопшн, то нефть, наверное, отскочит 58 вообще, наверное. Куда-нибудь туда, 55. Вы тогда представляете, как скорректируется рубль, да? Но, на мой взгляд, пока сценарий по рублю с ретестом 75. 75 активен. И с походом дальнейшим на 85. Так, друзья, ну, наверное, подытожу. По битку пока неопределенная ситуация. Есть зона в районе... Зона в районе 17... 17,500, 50, 17,700. Если под 550 шорт, над это лонг. Естественно, если закреплять будут выше 18,000, пойдем на АТХ. На мой взгляд, уже пора какую-то коррекцию увидеть. 16,800, 16,600. Тогда, возможно, на этой коррекции стрельнет альта к битку. Соответственно, не просядет в баксе. Если Байден победит и уже там все остальное подтвердят, я жду. Вместе с отскоком с фармой, отскока нефти и, возможно, флета по общим рынкам по S&P. Жду возможное падение по голде, которое зацепит, возможно, биток. Поэтому вообще неопределенная ситуация. Для торгов очень такое, скажем так, сложное время. Именно для каких-то логичных, разумных торгов. Поэтому, если вы покупали биток в районе 11, 12, 13, 14, уже смело можете искать фиксацию какую-то в районе, частичную хотя бы в районе 18, 19. Так или иначе, буду ждать глобальную коррекцию в районе 12, 13 после Нового года. Следующий будет обзор, я думаю, на выходных. Мы посмотрим в воскресенье закрытие дневки. И у нас там уже скоро будет закрытие месяца. Поэтому в ближайшее время запишу еще вам стратегию по пирамидингу, как не праге потерять 12 тысяч. На связи был Пентагон и хороших вам торгов. Удачи!